Привет, Страж! Это Джонни Лейни, это канал Трипл Вайб, и в этом ролике я дам несколько советов о том, как подготовить своего персонажа к выходу дополнения «Отвергнутые». Почему к нему нужно готовиться? Потому что это масштабное обновление, грядет множество изменений в экономике, балансе и режимах игры, а значит, что заранее быть готовым для такой череды нововведений будет полезно каждому. Но прежде чем начнем, конкурс. Конкурс на полную версию дополнения «Отвергнутые» с сезонным абонементом на все дополнения второго года. Просто ультимейт издания. Получить его может абсолютно любой подписчик моего канала. Для этого нужно, собственно, быть подписанным на канал, а также оставить лайк и комментарий под этим видео. В комментарии укажите ссылку на свою страничку ВКонтакте, чтобы я мог связаться с вами для вручения награды. 3 сентября я подведу итоги, так что участвуй и побеждай. Удачи! Для начала поговорим о знаках репутации. Их система претерпит некоторые изменения, а значит, пора разобраться, какие знаки будут работать, а какие копить уже не стоит. По прежней системе будут работать знаки Авангарда, Железного Знамени и Гарнила. Значит, что их постараться лучше оставить, не сдавать вендорам до четвертого сезона. Знаки Испытаний 9 и знаки Коры Рэй будут убраны, так что от них смело избавляйтесь. Система планетарных знаков тоже исчезнет. Вернее, знаки останутся у вас в инвентаре, и вы сможете обменять их на репутацию после выхода обновления 2.0.0 28 августа. Но вот падать знаки перестанут. Их заменят ресурсы. Теперь, чтобы прокачивать репутацию у вендоров, вы должны будете фармить планетарные ресурсы. Ресурсы будут падать за выполнение всех активностей, публичные мероприятия, патрульные задания и т.д. Потому сразу советую сохранить планетарные знаки, вплоть до выхода аддона отвергнутые, а как только выйдет обновление, летите в марафон по орбите и сдавайте их соответствующим вендорам. Зеленые ресурсы тоже лучше оставить в инвентаре, а вот синие сдать, они превратятся в пыль после обновления. Знаки испытаний 9 тоже нужно сдать до 4 сезона, поскольку на протяжении него этот ивент появляться перестанет. А сдав знаки сейчас, есть хороший шанс получить пару-тройку пушек Абсолют. Наверняка у вас скопилось очень много оружейных материалов. Вы сможете использовать их у оружейника Банши 44, чтобы получить новые пушки, которые будут иметь ролл перков после обновления, так что их уж точно стоит оставить. Есть хороший шанс, что с сундуков на Левиафане вам тоже упадет новое экзотическое снаряжение, ну или даже если старое, оно будет с новым уровнем силы, так что коллекционируйте ключи от сундуков Левиафана. Важный момент. Чтобы накопить ключи от сундуков и они не пропали из инвентаря, вы должны сделать следующее. Полностью заполнить ваш инвентарь расходных материалов. Используйте для этого знаки репутации, планетарные ресурсы, коды арсенала Распутина, лорные записи, шмот Кейда 6 из сундуков и так далее. Затем проходите этапы рейда Левиафан с полностью заполненным инвентарем расходных материалов. Выпавшие ключи будут отправляться к почтальону персонажа, на котором вы получили ключ. Его, кстати, не забывайте постоянно чистить. Если у вас будет переполнение предметов, то они начнут пропадать и все ваши накопленные ключи и другие вещи из почты будут удалены. Ну а после выхода отвергнутых заберите ключи из почты и откройте сундуки в катакомбах Левиафана. Надеюсь, там и правда можно будет получить что-то ценное. Так, с материалами и знаками вроде разобрались. Пора поговорить и об оружии. После обновления 2.0.0 нынешняя система модификаторов будет убрана. С 28 августа модификаторы урона оружия будут залочены. Это значит, что подавляющее большинство пушек будет иметь тот модификатор, который у вас будет стоять на момент обновления. Некоторые пушки получат постоянный лог определенного типа урона. Например, дробовики и снайперская винтовка с протокола будут иметь солнечный урон. Об этом Баджи написали уже в твиттере. Отсюда совет. Обеспечьте себя радужным набором любимых энергетических и силовых пушек. Они пригодятся вам в пве активностях. Раньше это переключить можно было. А теперь при модификаторе налета на огненный урон вы уже можете попасть в трудную ситуацию, если под рукой не окажется хорошего автомата с нужным типом урона. Ну если не знаете, какие пушки хорошие, то вот вам мои фавориты. Мананан СР-4, подарок у Руила, грехи прошлого, Кибу Ар-3 автомат, позитивный настрой автомат, ну и так далее. Эти легендарки у всех на слуху. Легендарные модификаторы тоже стоит все оставить, вплоть до обновления ассортимента оружейника. Потом разберете их и получите взамен те ресурсы, которые будут необходимы для покупки новых. Позаботьтесь о том, чтобы расчистить ваше хранилище от лишнего мусора. Все предметы, которые у вас находились в любом инвентаре с момента выхода военного разума, будут в вашей коллекции, вне зависимости от того, разобрали вы их или нет. Так что хранить кучу призраков и шейдеров смысла особого нет. Навестите старика Кейда-6. Возьмите у него карты тайников, ведь после выхода аддона его убьют. А значит карты пропадут, и вы больше не сможете получить, например, уникальные эмблемы с планет. Если все собрали, то поработайте над экзотическими катализаторами. Некоторые из них могут оказаться крайне полезными в четвертом сезоне после ребаланса. Накопите как можно больше абсолют ядер. По ходу четвертого сезона у вас всегда может возникнуть дефицит. Неизвестно, как изменится частота дропа абсолют оружия. Знаю, что не все любят гарнила, но знаю, что все любят красивый шмот. Потому два раза обнулите ранг доблести в гарниле, чтобы получить уникального экзотического призрака. Благо разработчики подрубили буст репутации для быстрого режима игры на оставшиеся две недели. И закройте хотя бы один раз испытания девяти, чтобы получить уникального экзотического призрака, корабль, спейроу и шмот. Правда, постарайтесь, ведь в четвертом сезоне ивента не будет, еще соскучиться успейте. Я вот уже скучаю. Гриндите налеты, чтобы достигнуть 50 ранга у авангарда и получить потрясный экзотический корабль. Ну и в целом, вспомните, что вы еще не выбили и займитесь этим. Времени все меньше, а сезонный шмот пропадет. Вот такие советы. Может я упустил что-то, но самое главное назвал. Так что выполнив все названные пункты, вы максимально упростите себе момент обновления. Ваши персонажи будут готовы к получению нового лута. Так что думаю, все это полезно. Ну а на этом все. Напоследок пара важных новостей. Во-первых, это последнее видео перед релизом дополнения на канале. Мне нужно набраться сил, выпустить пар и все такое. Так что я свалю на несколько дней в небольшой отпуск и вернусь перед самым релизом. Пропущу, к сожалению, важный патч 2.0.0, но вас без информации не оставит команда нашего канала. Все нововведения и все, что вам нужно будет знать, вы сможете найти в группе ВКонтакте. Ссылка в описании. Ну и на канале кто-то из команды постарается также выйти в эфир и поотвечать на ваши вопросы. Не забывайте также, что в Москве пройдет масштабная презентация дополнения «Отвергнутые». В самом центре столицы на Винстрайк-арене 5 сентября с 4 часов стенды с мощными компами, консолями, барчик будут ждать тебя. Отличная компания и, конечно же, куча конкурсов на ценные и эксклюзивные призы. Я буду там вас ждать, так что непременно залетайте с орбиты сами и зовите друзей. Вход на мероприятия свободный и без возрастных ограничений. Подробности вы сможете найти в группе ВКонтакте. Ну а теперь точно все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, получайте делюксы издания «Отвергнутых» с сезонным пропуском. Я в вас верю, удачи и до связи.